привет друзья у нас снова в эфире рубрика ночные прогулки со светкойном сегодня немножко раньше нужны пруфы поэтому сейчас я загружаю приложение светкой на покажу вам пруф и мы начнем сегодня будет одна тема видео будет короткая насколько это возможно хотя последний раз когда я обещал у меня получилось на час девять до угол того вот но думаю что в этот раз все будет хорошо так он не предлагает обновиться но я отменю это предложение так 3000 шагов и где наша возможность бусто куда она делась не тут что-то она пропала куда-то а вот он старт 5 4 3 2 1 поехали так в общем сегодняшняя тема это почему свободное по есть почему свободное по более прогрессивная скажем так более современная более хорошая более активно развиваю в общем почему свободное по суперер я не знаю как будет по-русски то почему свободное по превосходит закрытая по на какие есть тезисы защиту или опровержение этого это этого мне не хватает слов этого тезиса этой аксиомы это и мысли но смотрите я сразу скажу это совершенно неподготовленное видео поэтому я может быть буду так сейчас так вот сделаем поэтому я буду возможно буду повторяться возможно это будет не очень оптимально но я постараюсь повторяться по минимуму вот итак начнем значит ну во первых свободное по это всегда это всегда разработчики до всегда разработчиков какие у вас к вас разница по программному обеспечению в закрытой компании и в свободном по случай закрытой компании если не считать какие-то специфические случаи которые конечно же бывают я не утверждаю то что сейчас буду говорить прям на сто процентов всегда так и только тогда но в основном она будет так вот значит в случае открытого по у вас принципе разработчики это весь мир точнее все те люди в мире кто хочет это свободное по поддерживать то есть весь мир желающих скажем тогда не полностью весь мир а весь мир желающих это логично случае закрытым по у вас есть некий нанятые сотрудники которые работают на вас и пишут код для ваших приложений соответственно какой бы большой ваша компания не было даже если вы apple или microsoft все равно у вас не могут работать сотрудники со всего мира потому потому что у нас пока еще не настолько глобализация захватила весь мир и это пока еще не происходит к счастью или к сожалению для некоторых не знаю вот поэтому так как все сотрудники не могут работать вашей компании случае с проприторной разработкой доступ к вашему коду не будут иметь люди которые могут его проверять дополнять улучшать развивать рассылать расширять в общем все это люди делать не смогут если же у вас открытый код то это все приветствуется куда пойдем лево пойдем на право не пойдем что-то у нас справа кто-то есть то что едет вот и соответственно в общем разработчики я думаю вы поняли да этот фактор то есть да я согласен что есть разного уровня разработчики может быть среднестатистический там open source разработчик вовсе не обязательно круче там до чем среднестатистический разработчик закрытой компании тем более типов закрытой компании во приняли да там и так далее но здесь же есть и контр-аргумент разработчика открытого по очень часто он уже состоявшийся у него есть свои уже потоки денежные свои как бы правила и он в принципе может работать на себя как бы не не все конечно но многие или же в частично работать на себя в то время когда ему это кайф делать вот поэтому в принципе разработчики как бы их опыт это спорная тема он может быть лучше хуже однозначно сказать нельзя но то что в open source разработчиков будет больше а значит ваш продукт будет динамичнее развиваться и так далее это точно давайте пройдем сюда хотя там тупик но симпатичный вид поэтому я вам покажу вот кроме разработчиков что еще у нас и у нас есть комьюнити на случай с комьюнити я сейчас расскажу личному вот что вы понимали возможно в других случаях это будет по-другому но лично мой опыт таков что если вы нашли какой-то баг проблему в программе или вам нужна помощь с тем как она работает вы в такой добропорядочной как бы спокойной форме пишите разработчику что вот я нашел такую-то проблему можете мне пожалуйста помочь исправить описываете эту проблему максимально подробно на гитхабе или на каком-то другом еще трекере или в рамках той системы которую разработчики используют не важно открытые разработчики используют все на свете системы так что в любой системе вот вы это делаете так пойдем назад или мы пройдем куда-то отсюда я даже не значит пойдем назад чтобы точно знать что он куда-то куда-то мы сможем дойти его и получается что в целом комьюнити поддержка работает для меня лично она работала всегда очень хорошо то есть у меня из 10 запросов я пишу в разные проекты я потестирую разную полу вот последнее что я недавно попробовал это вот было для экранов до я вчера говорил об этом для различных таких светодиодных экранов или даже там на вакуумных трубках экранов вот я написал как бы разжигание ответили то есть так и так попробуйте это то есть пока еще не решилась да но в пропоретарном по расскажу какой у меня был опыт я работал в предыдущей компании 24 7 office может быть кто-то из вас уже слышал эту историю и у нас там была замечательная в кавычках программа solar wind которая на самом деле это ммс и solar wind мс и это на самом деле центов кастрированный центов с другим с другой графикой то есть там тот же инсталлятор цента си но веб-сервер поднимается с другой графикой якобы это solar wind хотя на самом деле это центов так как я знаю что это центов я вижу что это центов ну и там по-моему не везде брендинг даже убран ну так вот в общем я этот исследовал это их и сошку центов скую переделанных в общем это прога solar wind это программа для управления парком машин естественно рассчитывается парк машин в основном windows машины в основном он это было используется для управления удаленного например обновлениями чтобы например вы фирме могли запретить обновление превентивно до или ограничить доступ к этим обновлениям зависимости от того нужно ли вам это обновление или нет ну короче управление обновлением то чего windows не позволяет делать из коробки так вот это то у нас стояла и мне вручили его администрировать я говорил не не ребята я как бы linux администратор мне это не интересно я как бы ты за ну не таки ну ну вот сделай как бы делай надо надо сделать там как бы ну я подумал да действительно чё чем проблема там один раз делать принципе так по это номинально формальная фигня для сертификаций нужно которое на самом деле мало чем полезно ну вот мы ее поставили я предупреждал и говорю ребята вы понимаете что это центральная точка отказа если кто-то взламывает solarwinds то они взламывают всю вашу компанию а плюс solarwinds американская компания то есть априори ваши данные утекать будут в америку это точно я говорю вы понимаете то риски то есть вы хотите на себя брать да мы хотим на себя брать окей не вопрос поставили потом вы знаете все наверное что с произошло solarwinds если не знаете можете почитать в сети но я вам вкратце скажу что можем их взломали и получили доступ к огромному количеству госручтеждений в том числе с сша говорят что это русский хакерам там неизвестно кто не важно два что и взломали и получили доступ ну то есть прошло то что я говорил и недавно кстати взломали второй раз вот буквально на днях это была новость вот то есть произошло то что я говорил и принципе я вообще хотел про саппорт вам сказать в В общем, что я... Почему я вам этот кейс рассказываю про SolarWinds? Потому что я написал... Я нашел... Я уже не помню. Что-то в районе 10 проблем. Может 7 и может 12. Не будем заострять внимание, но их было около десятка. Допустим, пусть скажем 10. Я написал большой ищу на Backtracker SolarWinds. Ребята, у вас вот 10 примерно проблем. Давайте, как бы, те, что можете там устранить, что там, что с меня, какая информация дополнительно нужна, все такое, давайте, как бы, вот, поработаем. Вот я такой текст написал. Они ответили что-то типа... О, вы написали 10 ищу в 1 ищу, и так нельзя. Во-первых, это было первое, что я от них услышал. Переделайте. Ну, думаю, окей, хорошо, ладно. А как переделать? Там выпадает такая огромная форма, огромная, просто на 3 промотки экрана, где ты там выбираешь, кто ты там, моя компания там, указываешь адрес, телефон, все эти реквизиты, короче, проматываешь экран, еще куча полей, там отвечаешь на вопросы, как вы нас нашли, зачем... Короче, как будто ты не зареган, хотя я в учетке нахожусь. Ну вот, заполняю это как огромное количество полей, соответственно, мне нужно заполнить его 10 раз. Если ты меня здесь сидишь, я точно не помню. И что вы думаете? Там защита от автофила, то есть, ну, естественно, ее можно обойти, там, открыв консоль браузера, но я не хочу как бы заморачиваться. По-моему, там в поле текста там автофил работает, в остальных полях нет. То есть, мне приходится вводить все, кроме основного текста. Окей, основной текст, благо это как бы важно, да ладно, пострадаю, повыбираю, покракликиваю 20 раз на каждую форму. Потому что ищи важные, ну, как бы, я считаю, что они важные. Я написал, ну, как бы, это компания по безопасности, которая обеспечит безопасность, блин, естественно, ищи важные, да, как бы, когда я в компанию по безопасности, которая занимается безопасностью, пишут, ребята, у вас вот тут, вот тут, вот тут неоптимальные проблемы, некоторые с вот этим, с вот этим, где-то мелкие, где-то серьезные. Разные проблемы, я находил разные уровни ищи, я там, по-моему, оценил 4 как критические, там, по-моему, 2 или 3 как средние, там, по-моему, 2 или 3 как неважные, но не суть. В общем, по-разному их оценил, написал эти все ищу, сдобавил их, вначале ничего не было. Потом мне начали приходить какие-то однообразные ответы, спустя 4 или 5 дней, по-моему, мне начали приходить однообразные ответы, что-то типа, кто там у вас, типа, вендор, есть ли у вас лицензия, я думаю, что, да вот же у вас название компании, вы можете по Google Терри посмотреть, приходят вам деньги или нет от нас, как бы, да, мы как бы компания, мы вам деньги платим, там, подписка стоит просто немеренно денег, для такого функционала, который обеспечивает, ну, видимо, он уникальный, этот функционал, поэтому они офигевают, уберут сколько хотят, вот. Ну и, в общем, они мне что-то отвечали, отнекивались, так как бы я видел, что они не хотят исправлять эти проблемы, что они просто хотят, чтобы я замолчал. В итоге, спустя пару-тройку дней, что происходит, мне, компания говорит, мне, а, я пытаюсь зайти в учетку, мне, типа, вы, ваша учетка заблокирована, я такой, в смысле, что за прикол, как бы, я пишу нашему системному инженеру, как бы, точнее, нет, нашему, ну, в общем, администратору, менеджеру, главному менеджеру, неважно, кто там он был, вверх, как бы, на одну ступеньку вверх, да, кто занимается этими вопросами по Суворовинску, кто, собственно, мне это так поставил, я говорю, слушай, смотри, Остин, я, как бы, все сделал, как бы, и написал, и еще, как бы, вот, мы с тобой обсуждали, вот эти, как бы, проблемы, все такое, они меня заблочили, я говорю, что за прикол, что будем делать, я, как бы, старался, им два раза одну эту же работу проделал, и еще писал, как бы, что будем делать, да, забей, типа, это не твоя проблема, я, типа, сам буду с ними общаться, ну, естественно, до того момента, как я ушел из компании, ничего не произошло, я просто SolarWinds взломали дважды, но, правда, это нас не коснулось, потому что взломали в SolarWinds какую-то другую систему, но, это не меняет того, что там стоят пароли по умолчанию, типа, admin13567, я расковырял образ ISO, я нашел некоторые credentials, у которых просто стоят unsafe, то есть, они unsafe credentials, вот, надо, наверное, уже нам обратно поворачивать, чтобы мы дошли до магаза, и, как раз, моя история, она там будет закругляться, в общем, вот вам пример, поддержки в компании, где ты платишь огромные деньги, как компания, за то, чтобы тебе обеспечили некий сервис, где оно просто отвратительно, и вот другой пример поддержки из свободного ПО, причем, из свободного ПО, я обращу внимание, что это не единственный кейс, у меня был, что там, нет, я каждый практически день создаю минимум один ишью, ну, ладно, я, может, преувеличил, окей, каждую неделю, я создаю один или два ишью, может быть, да, где-то, я практически никогда не сталкиваюсь с грубостью, я практически никогда не сталкиваюсь, с непониманием, либо всегда conversation, идут либо как бы в нейтральном ключе, да, что типа, да, спасибо, хорошо, мы постараемся справить, или мы не можем справить это, или это не наша программа, это там кто-то по обстриму виноват, как бы, мы тут ни при чем, окей, или бывает как бы позитивный ответ, ой, да, спасибо, спасибо большое, вот это движено, проблема, мы сейчас все уже исправили, вот попробуйте это, это попробуй, вот, то есть такой ответ еще бывает, вот такие два варианта ответов, все, то есть, не плачу деньги, получаю либо нейтральную, либо хорошую поддержку, плачу деньги, получаю бан, как вам такой опыт, и я вам скажу, если история с open source, как вы поняли, это не единичный случай, то с платным ПО, с отвратительно ужасным отношением поддержки, я тоже встречался, причем, ну как бы, блин, если я плачу вам деньги, я, ну как бы, условно говоря, имею какое-то моральное право, тем более, я пытаюсь вам помочь, да, на то, чтобы вам, как бы, обрисовать, что есть с этой проблемой, и ваша задача мне объяснить, почему я не прав, либо исправить эту проблему, да, это как бы, либо то, либо другое, то почему люди, которые не получают деньги за общение с людьми, нормально общаются по-человечески, а люди, которые получают деньги за общение, общаются по-хамски? Да, очень простой, на самом деле, ответ, да, потому что там у саппорта, пойдем в другое место, там у саппорта просто, этих тикетов, понятно, миллионы, но, блин, окей, если миллионы, зачем вы меня вообще в первый момент посказали, отдельные тикеты да просто чтобы мне отсрочить банк как бы ну забанили бы меня сразу ну ладно короче это не то о чем я хотел говорить в общем у меня вот такой use case то есть реально коммерческие компании не выполняют никаких сервисов и обязательств ты платишь им деньги они работают хуже чем если вы поддержку тебя вообще не было вот такая история понятно что не нужен некий уровень входа наверное в эту всю тему но все равно в общем так а такая вот история бывает вот то есть комьюнити комьюнити вы поняли разработчики активность разработчиков тоже как бы очень много в open source и проектов которые люди которыми горят люди они горят они прям хотят их сделать то есть это это реально их проекты их не знаю ну короче они резонируют с ними да и они могут этим проектом заниматься сколько угодно им это интересно и в коммерческом полу вы практически не встретить бывают конечно но это исключение будут практически не встретить вот вот вам школа здесь моем родине практически не встретить случая в проприторном полу когда разработчики проприторного пол горят прям вот горят какой-то темой исключительный случай когда это бывает вот то есть это тоже естественно это отвечает это резонирует вызывая то что в софт пишется чаще обновляется лучше пишется поддержка лучше потому что разработчик присутствует он отвечает на ищется и так далее то есть вот хотя бывают честно конечно и токсичный open source разработчики не могу сказать что их нет но это отдельная история почему-то мне немножко кажется что это может быть связано с снг это что вот вообще нет ни снг не про сказал нет страны где скажем так экономическая обстановка не очень стабильная вот так давайте скажем в этих странах очень много людей которые озлоблены это нету озлобленность токсичность вы вы как бы выплескиваю так сказать да на людей других это печально конечно очень вот ну и что еще рассказать то есть это вот я два или три вам фактора рассказал потом конечно фактор цены да то есть случае с open source все тут все понятно да есть гибридные схемы когда за open source там надо что-то платить если вы там поддержку хотите купить дополнительную или какие-то модули дополнительные что-то еще но извините в платном полу тоже бывают разные тарифные планы да там базовый там расширенный так далее поэтому здесь как бы карта бита и плюс свободное пони обязательно значит бесплатная свободная в плане кода не совершенно не обязательно означает что сам по себе по будет бесплатным вот но и опять же в этом ничего нет плохого хорошего это просто как и некая характеристика от разработчика дан разработчик посчитал вот правильно сделать так и он сделал окей окей дальше по поводу разработки еще могу сказать что в свободном полу чаще используется стандартизированные и принятые практики разработки да то есть какие-то система ся и сиди там постоянной доставки до релизов какие-то стандартизированной системы истории которые приняты ну и вообще в linux сюда есть принципы кис которые говорят что нужно все делать как можно проще как можно модульные чтобы это можно было стыковать все соединять объединять и иди строить на основе это какие-то более сложные проекты вот эти принципы в свободном по соблюдаются где-то хуже где-то лучше да но в целом они соблюдаются можно сказать 60-70 процентов проектов они соблюдаются хорошо или лучше да кое-где они не соблюдаются но если говорить про про притер на по там вообще нет никаких стандартов до компании делают свои стандарты внутри себя там oracle понятно то microsoft наверно какие-то там тоже стандарты тесты делает внутри себя но эти стандарты не интероперабельны соответственно и форматы тоже не принято кстати это отдельный пункт наверно стоит вынести это в отдельный пункт до интероперабельность форматов то есть а могу ли я вообще использовать от этого по какие-то данные наружу ну там конечно gdpr это отдельная история но если вы как бы в рамках одного и бизнес use case а вы как бы можете да что-то интегрировать там у себя опять же вы можете об этом написать в своих там соглашениях вы можете все подробно написать как вы используете пользовательские данные и в любом случае open source по бесконечная пластика по интеграции да потому что интегрировать вы в принципе можете все как хотите то есть первый вариант там есть api упал замечательные стопе берете api пользуйтесь второй момент нету api есть какие-нибудь внешние библиотеки интерфейсы через который можно присосядиться к определенным функциям механизмам заложен в повода нету механизма библиотеку кей у вас есть исходный код вы можете посмотреть как там что происходит и добавить туда то что вам нужно то есть в принципе бесконечная гибкость у проприторного по скажем так тоже бывают интерфейс интеграции конечно некоторого пропритор но пусть замечательной интеграции там можно упомянуть слова честно говоря это мой не особо любимый пример не особо любимый пример но тем не менее то там услага много интеграции ничего здесь не скажешь и есть интероперабельность но далеко не у всего то есть например у адобе программ да с ней доби программ или у профессиональных это программ там для нет там 3d работы с 3d работы там с видео и на светом вот они они минимально интероперабельно то есть они там только между собой кое-где там линкуются через какие-то обычного пенсорс формата как раз такие они линкуются вот то есть портабельность нарушается и скажем так нарушается также конечно и плавностью всей этой истории потому что конечно совместимые форматы типа в кавычках совместимые да в проприторном по только с open source вы можете реализовать полностью по стандарту потому что ну вы можете просто все все во первых вы можете все сделать как надо во вторых другие люди проверят и скажут что блин дорогой вот у тебя тут как бы почти все по стандарту но вот тут как бы нужно подправить сделать чуть-чуть лучше ты это сделаешь а в закрытом по что что-то не по стандарту но она уже работает а зачем менять а если у нас висит 20 тикетов от людей а давайте просто этих людей забаним с нашей доски для тикета зачем вообще в первую очередь доску делали да ну надо было сразу написать что заплатите нам денег скачайте наш софт и забудьте о том кто мы такие вот это подход платного по по крайней мере тот подход который я ощутил на себе неоднократно с различными компаниями но вот самый яркий пример это конечно был solarwinds я не устану повторять название этой замечательной компании в кавычках конечно же вот окей что еще какие еще есть интересные моменты в плане ну документация да кто-то там может сказать вот нет типа я встречаю плохую документацию свободным по ну наверное это не прям какой-то супер си сила свободного по но очень многим проектам документа за достойно и обычно единственные файл с документацией в спо это в том что опять же слишком много стандартов в том числе открытых и как бы кто-то делает ман страницы кто-то там на в браузере кто-то все вместе кто-то в исходниках там комментарии оставляет все немножко по-разному ну это как бы нужно знать где где посмотреть как бы гуглить как бы или где там вообще обратиться к разработчику да иногда приходится делать но как бы не могу сказать что это вызывало меня когда-то большие проблемы если у продукта какого-то со свободного по он сложный и у него нет докуменции да это будет просто значит что им мало кто пользуется и вообще просто возьмите альтернативы и забейте как бы то зачем им пользоваться потому что практически всегда у свободного по есть альтернативы замечательный сайт альтернатив ту точка нет заходите вводе название вашего приложения пакета или даже сервиса и видите какие есть замечательные ему альтернативы вот какие еще есть keynotes ну можно еще вспомнить размер пакетов да то есть у меня всегда вот такой пример на сегодня допустим я загружал на mac докер значит вот два момента первый момент докер загрузочный файл на ленух значит 22 мегабайта по моему если я не ошибаюсь на mac 500 500 мегабайт вот 22 500 до в маке там есть графика окей графика в два раза утяжеляет но все равно 22 против 500 окей дальше это пол беды как бы распакованная версия на ленухе учета там типа 300 мегабайт да там ну почти в 10 раз там или даже больше чем 10 раз распаковался окей на маке ну 1 6 гига ну в три раза распаковалась окей 1 6 гига докер просто докер непонятно что там весь 16 гига там что включено несколько операционных по дефолту лишь что там вообще стоит виртуалки несколько виртуалок ладно расскажу дальше пытаясь запустить демон докера этого нельзя сделать нужно запустить графику что чтобы пользоваться докером нужно запустить графику да друзья первый раз жизни своей я для того чтобы запустить демон докера я запускаю графическое приложение это просто абсурд если не знаю как им пользоваться не хочу им пользоваться зачем вообще в докере вы просто пишете текстовые файлы конфиге и просто собираете эти образы и дальше пользуйтесь этими образами зачем вообще там графику мне есть приятель который говорит на работе что ну вот как же графика она же уменьшает количество ошибок пользователя да может быть она уменьшает количество ошибок пользователя но во первых в консоли тоже есть защита от ошибок пользователя и очень часто консоль подсказывает и это защита на самом деле даже лучше а во вторых консоль не вмешивается если вы хотите нарочито сделать не по стандарту вот хотите вот вам так надо вот вам очень хочется вы можете это сделать в консоли да в гуе ну возможно но и тут есть нюансы можно это сделать или нельзя вот в общем так к чему я это рассказываю значит размер пакетов да и в итоге я этот докер ставлю но макда запускаю эту графику сворачиваю закрываю да вижу что демон работает покей пытаюсь собрать контейнер который у меня собирался на ленухе просто в путь он не собирается я смотрю да ну там элементарный контейнер там буквально не знаю там 8 строк или 10 было ничего никаких ошибок я вроде уже достаточно давно с докером чтобы не допускать банальных ошибок все хорошо запускаю не собирается я думаю ну блин что но уже не знаю что там убрать как бы вроде вроде все чисто все ровно запускаю в третий раз ничего не меняя собрался но у меня там я обнаруживаю что там у меня в логике проблемы как бы некоторые я чуть-чуть эту логику меняю запуска не собирается опять я думаю ну что за прикол смысле только что ну думаю так уже ясно запущу еще раз запускаю еще раз собирается я думаю так интересно запущу еще раз не собирается а если вы не в курсе докер это штука для того чтобы делать повторяемые сборки то есть когда ты написал какой-то код да там у тебя есть во-первых операционная система в этот код исполняешь то есть у тебя там есть шаблон операционной системы условно горячих упрощая очень сильно внутри этого шаблона при этом система вы добавляете ваше полу вы можете могу компилить все устанавливать запускать тестировать то есть повторяемые сборки да если я хочу бунту 1804 на который работает например там не за спотифай то я всегда получил бунт 1804 я могу на ней потусить спотифай мне для этого не надо рассказывать виртуалку не надо переустанавливать ничего я просто раскатываю контейнер докера я пишу просто from ubuntu 2.18.04 все и дальше все что я буду делать происходит как бы грубо говоря можете считать что это виртуальная машина но не вне виртуальной машины в это ближе к черту но не сейчас не будем мне об этом в общем вообще нет ничего более странного чем сказать на майке говорят много разработчиков докер инструмент для повторяемых сборок у которого единственная задача собирать одинаково всегда чтобы она всегда собиралась и поверьте я могу вам это докер прислать контейнеру прислать код вообще без изменений как он есть вы попробуйте сами по крайней мере на последнем маке может там что-то изменилось конечно вот ну у меня последний этот big sur там обновленный 11 4 кажется неважно вот в общем он не повторяю она неповторяемая думаю так наверное меня глючит я сейчас перенесу это на linux и там тоже будет неповторяемая сборка и наверно это я накосячил я беру этот контейнер кладу на linux запускаю он собирается я думаю так сейчас запускаю счет он снова собирается скачет он снова собирать он все время собирается я думаю так интересно что-то я все-таки не с ума сошел и еще интересный момент такой дополнительная плюска сборка на linux 250 секунд на майке 350 секунд тот же самый контейнер при том что соизмеримые мощности ноутбуков на котором запущен ноутбук то есть у меня более мощный но более старый и маг более менее мощный но более новый то есть мощность реально соизмеримая объем оперативки одинаковый ссд в обоих ноутах то есть на в apple вроде как даже побыстрее садишь к в итоге на apple собирается на 100 секунд дольше что там что там 100 секунд все работы непонятно ну ладно в общем то есть я к чему это все рассказываю форматы поставки свободного по их больше они весят меньше распакуются быстрее работают лучшие стабильные это же касается самого линуха это же касается программ под него естественно есть исключение так как есть исключение для проприетарного по также есть исключение для открытого по одному мы здесь говорим не об исключении how general кейс до среднестатистический кейс вот то есть размер файлов вот реально можете мне в комментариях написать ваши ваше видение ваши критерии того как того что вы видеть лучше в проприетарном по вот любой критерий я вот как бы слышу какие только аргументы я не слышал но в реальности у проприетарного по нет ни одного положительного момента можно придумать искусственно да можно сказать ну мой сертификатор требует вот эту программу пить и я ее купил и под поставил да окей в этом случае вы получите этот сертификат но во-первых сертификаторы практически всегда позволяют пользоваться любым по им важно просто что вы соответствовали критериям это раз во вторых ну если вы такой нашли нашли такого сертификатора который реально требует какой-то конкретно по спросите не все ли у него в порядке так друзья у меня кончилось место на телефоне вот ну и в общем насчет сертификации да вы можете просто сменить сертификационную компанию и нужен ли вам вообще этот сертификат конце концов если вам сертификатор говорит вот только эту программу ну понятно что бывают какие-то там нюансы из по этой части но опять же это очень редко когда это затрагивает прям все бизнес-процессы все приложения вот требуются вот только такие все да всегда есть какие-то там нюансы моменты можно спрашивать вопрос и в конце концов улучшить процедуру сертификатора самого если вам это очень сильно нужно можно как бы и и даже настолько заморочится там антимонопольная комиссия все такое там как можно пойти по этой истории вот то есть в принципе искусственных примеров придумать конечно можно когда пропитарная по как бы лучше да в огромных не знаю 100 175 кратных кавычках в двадцать второй степени вот но в реальности это будет не так в реальности вот все что можно сказать о свойствах программного обеспечения совсем будет лучше еще расскажу что я не утверждаю что идеально все в свободном по нет ни в коем случае есть куча мест что нужно улучшить есть куча проблемных мест реально и я не заявляю что все идеально но в сравнении с тем что есть в пропитарном мире это просто skyrocket hire до космические более высокое качество чем у пропитарного пол вот и подумайте хотите ли вы поддерживать какого-то непонятного дядю который требуется вас денег еще даже не не изучив что у вас за продукт или же вы все-таки хотите поддерживать свободных разработчиков которым не требуется вас день денег по крайней мере до того момента как вы не изучите не попробуете что это за программа подходит она вам или нет и так далее в общем друзья главное оставайтесь оставайтесь непредвзятыми оставайтесь такими исследователями изучайте все вопросы с разных сторон смотрите все точки зрения пробуйте тестируйте и поймете что будущее за открытым образованием открытым железом открытым софтом открытым кодом и вообще открытым миром потому что открытый мир это единственный способ всего на сегодня хоть как-то дать ответ тоталитаризму вот этой вот коррупции и вот таким вот явлением глобализации которые плохие то есть хорошая глобализация есть плохая вот плохая глобализация это когда один дядька решил вот так и будет так и вот он делает чтоб было так и и никак иначе вот это вот плохая глобализация хорошая глобализация ты когда все вместе собрались решили как лучше и стали это применять понятно что это не всегда так для всех но тем не менее насколько это возможно в общем ставьте лайк этому видео если вам было полезно и не так скучно я чисто наговорил вам много всего вот и можете подписаться на канал может быть когда нибудь через 10 миллионов лет я наберу наконец минимальную тысячу подписчиков чтобы делать стримы с телефона и да кстати можете также смотреть видео на library на одессе платформе я обычно делаю cross-linking с ютуба на одессе но там мой ник такой же sx тройное ай вот и спасибо и до новых встреч сейчас такой финальный кадр немножко не в ту сторону вот вам финальный кадр пока пока